Две часа. Начинаем наш вебинар, очень важный, посвященный новому порядку используемых вспомогательных репродуктивных технологий, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, то есть буквально уже через неделю. Очень много было обсуждений, очень много вопросов, думали, как сегодня правильнее назвать данную презентацию. Мы решили назвать что нового, но, безусловно, мы с вами в рамках чата, в рамках уже заданных вопросов, которые прислали мне, мы, конечно, постараемся еще всякие сложные моменты обсудить. Но немножко хочу так повеселить перед началом такого серьезного выступления у вас. Вчера вечером уже поздно посмотрела на даты, когда приказ был утвержден, когда зарегистрировано Миньюси. Для меня даты очень много, значит. 31 июля. Ну, не Хэллоуин, конечно, но решила просто посмотреть, что же в эти дни такого случилось, интересно. Ну, особенно ничего. На самом деле дата достаточно нейтральная, но что бросилось в глаза, это день африканской женщины. Может быть, это какой-то знак, может быть, это какой-то позитив. Поэтому будем надеяться, что поскольку приказ и порядок направлен на, собственно, улучшение качества оказания медицинской помощи именно для наших пациенток, это будет что-то значить. Ну, а теперь давайте к серьезному. Значит, вот, собственно говоря, с тем, чем мы работали до сегодняшнего, вернее, до 1 января 2021 года. И справа – это то, что нас с вами ждет через неделю. Как вы видите, помимо порядка, внизу представлены клинические рекомендации. Я сегодня в презентации буду не раз к ним возвращаться и объясню, почему это так. То есть слева – это те клинические рекомендации, которые вы все хорошо знаете, которые были утверждены в 2019 году, это женское бесплодие и вспомогательные репродуктивные технологии искусственной семинации. А справа – это новый проект клинических рекомендаций, который был разработан Российским обществом окшеров-гинекологов и Российской ассоциации репродукции человека в этом году. В феврале был направлен Минздрав, но до сих пор пока что не получил подтверждения, и мы очень ждем, что это в ближайшее время случится. Потому что, если это не произойдет, конечно, у нас будут с вами какое-то время серьезные проблемы. Тоже объясню по ходу презентации, почему. Значит, перед тем, как приступить к обсуждению порядка, давайте вспомним вообще определение, что такое порядок. Определение закреплено в 37-й статье Федерального закона 323 об охране здоровья граждан, где четко написано, что порядок – это такой документ, который разрабатывается по различным отдельным профилям и включает в себя конкретно этапы оказания помощи, правила организации деятельности медицинской организации или структурного подразделения, стандарты оснащения, штатные нормативы. И он может включать иные положения, исходя из особенностей оказания медицинской помощи. В нашем случае про тот порядок, который мы сейчас обсуждаем, это противопоказания, ограничения, требования к базовой программе ВРТ. Вот это вот те самые иные положения. Но порядок не содержит никакой клинической части, как вы видите из данного определения. Что содержит клиническую часть? А клиническую часть содержат клинические рекомендации. Определения четкого, клинических рекомендаций нет, но в той же статье 323 ФСЗ обозначено понятие клинических рекомендаций. Там говорится, что это такие документы, которые тоже разрабатываются по отдельным заболеваниям и состояниям, профессиональными некоммерческими организациями. И что типовая форма и требования структуры утверждаются уполномоченным федеральным органам исполнительной власти. В нашем случае это Министерством здравоохранения. И вот как раз в Министерстве здравоохранения в 2019 году был выпущен приказ номер 103Н, в котором и закреплены требования к форме, к порядку сроков разработки клинических рекомендаций. То есть тот самый шаблон, по которому мы сейчас их и создаем. Вот он, этот шаблон клинических рекомендаций. Вы видите, тут есть диагностика, лечение, реабилитация, профилактика, критерии оценки качества. То есть все, что касается обследования пациентов, методов лечения, профилактики излагается в клинических рекомендациях, но не в порядке оказания медицинской помощи. Это, уважаемые коллеги, сразу предвосхищаю ваши вопросы, которых было очень много. Что вы не находите тех или иных обследований, которые были в старом порядке, в приказе 107Н. Значит, итак, из этого следует первый пункт. Что нового в новом порядке? А нового то, что в пункте 6 нового порядка прописано, что теперь порядок работает на основе клинических рекомендаций. Вот это первое. Раньше такого прописано, естественно, не было, потому что изменилась сейчас законодательная база. То есть и порядок, и клинические рекомендации обязательны к исполнению, и они нераздывно связаны с ним. Клинические рекомендации. Вопрос, который остается, с какого же времени они становятся обязательными? Ну, порядок становится обязательным с 1 января 2021 года. Ну, а клинические рекомендации как быть? Ведь в федеральном законе написано, что они обязательны с 1 января 2022 года. Значит, тут, конечно, будут возникать вопросы, особенно они будут возникать при проверках, но настоятельные рекомендации, раз мы попали в такой переходный год, потому что наши порядки попали под регуляторную гильотину и заработали на год раньше, чем предполагалось по федеральному закону, значит, наши клинические рекомендации и в области ВРТ, и в области большого порядка по акушерству и гинекологии, который тоже вступает в силу с 1 января 2021 года, это приказ Минздрава 11.30, соответственно, они получают, становятся обязательными уже через неделю. Поэтому это тоже очень важный момент для нас. Значит, опять же, возвращаясь к новым клиническим рекомендациям, почему мы не можем опираться на старые, которые мы так долго разрабатывали, двумя обществами, много было сложностей их сопоставить, и не все удалось, есть какие-то разночтения. Ну, не можем, потому что, во-первых, по новым требованиям, по каждой нозологии, по каждому коду МКБ могут быть созданы только единственные клинические рекомендации, а не две. Поэтому вот новый вариант клинических рекомендаций женской бесплодия, вы видите сверху ссылку на сайт, это сайт РУАГА, я думаю, что есть на сайте РАРЧ, но просто не успела зайти посмотреть, сослаться, Владислав Станиславович, наверное, нам поможет, попозже скажет, где это находится. Новый проект клинических рекомендаций, он есть, и мы просто ждем, когда Минздрав нам его одобрит, научно-практический совет Минздрава. Кроме того, почему не может быть клинических рекомендаций ПВРТ? Потому что, опять, по новым требованиям, клинические рекомендации пишутся по заболеваниям или состояниям. Воспомогательные репродуктивные технологии – это методы лечения, это нет заболевания и нет состояния, поэтому таких клинических рекомендаций отдельных принципов быть не может. Именно поэтому они инкорпорированы в новые клинические рекомендации женской бесплодия. Итак, что нового появилось еще в приказе 803Н? Новое, во-первых, то, что нет повторов 323 ФЗ. На это тоже были вопросы. Исчезло определение суррогатного материнства, исчезло определение те или другие. Ну вот я привожу два пункта, которые есть у нас четко в федеральном законе. Это пункт 3 статьи 55 Федерального закона, кто имеет право воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. А, например, требования к суррогатной мате, изложены в пункте 10 статьи 55 Федерального закона. Поэтому правовым департаментам Минздрава настоятельно было рекомендовано не повторять то, что уже прописано, в общем-то, в нашем российском законодательстве. Следующий момент. Нет перечня видов диагностики для определения показаний к ВРТ и установления причин бесплодия и при подготовке к программе ВРТ, так, как это все прописано в соответствующих клинических рекомендациях. Об этом я уже сказала. Но в порядке есть приложение номер 4, где указаны сроки годности результатов исследований. Пункт 6 порядка ссылается на это приложение. И тоже у коллег было много вопросов, как же, что это за сроки, а нет перечня. Перечень этот есть и в клинических рекомендациях, и он строго следует из клинических рекомендаций. Поскольку мы коснулись этого момента и очень было много вопросов по обследованию пациентов, хочу вот просто кратко пройтись по тем методам диагностики, которые есть в новых клинических рекомендациях женской бесплодия. Значит, есть две группы обследований. Первая группа – это для уточнения причины бесплодия, когда мы обследуем пациентку для того, чтобы установить, почему не получается беременность, что является причиной. И вторая группа обследований, когда причина найдена, пациентке рекомендована вспомогательной рекорруптивной технологии, и это группа обследований перед вспомогательными рекорруптивными технологиями. Итак, лабораторные диагностические исследования с целью уточнения причины бесплодия, которые изложены в новых клинических рекомендациях. Каждая из этих тезисов рекомендаций имеет, как вы видите в скобках, ссылку на уровень убедительности данных, уровень недоказательности данных и уровень убедительности рекомендации, и каждая из этих тезисов рекомендаций подкреплена литературными источниками. К сожалению, если мы не находим литературные источники и не можем задать уровень доказательности, убедительности рекомендаций, мы не можем прописать такой тезис-рекомендацию в клинические рекомендации. Так, что-то у меня перещелкнулось само. Извините. Так, вот здесь я была. Кто-то мне помогает щелкать, по-моему. Никто не трогает мою презентацию. Почему-то она перещелкивается самостоятельно. Вернемся к этому слайду, на котором я остановилась. Итак, что рекомендовано с целью уточнения причины бесплодия? Микроскопическое исследование влагалищных мозгов, B2. Молекулярно-биологическое исследование отделяемых слизистых оболочек женских половых органов на 4 инфекции. Там несколько вопросов было. Это гонорея, трихомонада, хламидия, мекоплазма, генитариум. На 4. B2 уровень. У пациенток с нарушением менструального цикла не всех. Исследование уровня ФСГ, ЛГ, эстрадиола. Обследование уровня пролактина. Исследование уровня териотропного гормона антител к тиреопероксидазе. Это всем пациенткам с бесплодием. Дальше идем. У пациенток с нарушением менструального цикла свободный тестостерон. И для установления наличия овуляции уровень прогестерона. Все. То есть никаких больше гормонов, гормональных исследований для установления причины бесплодия не рекомендовано, не прописано в клинических рекомендациях. Для мужчин единственным исследованием, которое есть в клинических рекомендациях женское бесплодие, это проведение спермограммы. Все. Ни мазков, никаких других исследований лабораторных в данных клинических рекомендациях не прописано. Не рекомендовано. То есть в клинических рекомендациях есть тезисы, которые имеют негативное значение. Не рекомендовано проведение посткаритального теста. Следующий блок. Следующий блок – это инструментальные диагностические исследования. Поэтому тоже были вопросы. Рекомендовано УЗИ маткой придатков. Рекомендовано гистеросальпинография или контрастная эхогистеросальпингоскопия. Б3. Не рекомендовано рутина биопсии эндометрия. Если есть подозрения на наличные внутриматочные патологии, не всем подряд. Рекомендована гистероскопия. Если есть гинекологические заболевания, требующие хирургического лечения, рекомендована диагностическая ляпароскопия. Значит, уважаемые коллеги, задавали вопросы. Приложение 4 порядка. Сроки годности. Если прописано 1 год годность ляпароскопии, значит ли это, что через год вы обязаны повторить? Нет, конечно. Годность означает, что если к вам пришла пациентка, через 2 года принесла заключение ляпароскопии, сделанное 2 года назад, вы его не подклеиваете в вашу медицинскую карту. Оно потеряло актуальность. Но это не значит, что ей надо назначить снова ляпароскопию, если нет к этому показаний. Аналогично с гистероскопией. То есть годность абсолютно не означает, что это нужно повторить через год. Я думаю, вот на этот вопрос он очень многими задавался. Это как бы я дала ответ. Следующее. Иные диагностические исследования для установления причин бесплодия. Консультация врача биогенетика определенным группе пациентов, тех, у кого есть фактор риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией. Уровень доказательности очень низкий. С5 с трудом смогли эту рекомендацию включить. Еле нашли публикации. Но, тем не менее, это важная рекомендация. Теперь. Следующий блок обследований для подготовки к программе ВРТ. То есть, еще раз повторю, это когда мы причину бесплодия установили. Или она не установлена, но пациентке рекомендовано лечение бесплодия с помощью этих программ. Значит, что рекомендовано? Антитела КВИЧ. Гепатиту В, гепатиту С, бледной трепанемии, краснухи, не рекомендован герпес, не рекомендован цитомигаловирус антитела. То есть, данные исследования ушли из клинических рекомендаций, и это больше рекомендовать пациентам не надо. Дальше. Микроскопическое исследование влагалищных мазков. Опять же, молекулярно-биологическое исследование на 4 возбудителя. Гонорея, трихомонадохламидия, микоплазма. Обследование на группы крови резус-фактор. Общий клинический анализ крови. Биохимический анализ крови. Коагулограмма. Анализ мочи. То есть, базовые такие вот исследования. Дальше. Цитологическое исследование микроперепарата шейки матки. И теперь, внимание, только два гормона. ФСГ и АМГ. Но предполагается, что когда вы, пациентка, устанавливали причину бесплодия, вы посмотрели больший блок анализов, исследований, которые и вы уже выявили или не выявили причину. В данном случае уже для подготовки авариальной стимуляции, для оценки ее авариального резерва, вам требуются только эти два гормона. И проведение спермограммы. Инструментальные исследования. УЗИ матки придатков. Флюорография. ЭКГ. Обратите внимание на уровень доказательности. С5. Это, можно сказать, взято из наших старых клинических рекомендаций, потому что нет никакой, естественно, доказательной базы на то, что пациентке необходимо эти исследования. Но они важны с точки зрения эпидемиологических, с точки зрения учета рисков кардиологических и так далее. УЗИ молочных желез. Из 40 лет дополнительно маммография. Иные. Врач-терапевт. Другие врачи-специалисты по показаниям. Пациентка с ВИЧ-инфекцией. Врач-инфекционист. Все, уважаемые коллеги, это все, что относится к обследованию в рамках подготовки к программе ВРТ и установления причин бесплодия. Я кратко собрала, естественно, без комментариев, все, что есть в клинических рекомендациях. И еще раз повторю, этого теперь нет в порядке. То есть искать там бесполезно. Есть только таблица, которая указывает на сроки годности. Причем все методы, которые перечислены в таблице, приложение номер 4, они четко соответствуют новым клиническим рекомендациям. Значит, что осталось все-таки с клинической, так условно говоря, части в порядке? Показания к различным эмбриологическим методикам. К эксии, к хетчингу, к риоконсервации. Почему? Потому что мы не включили данные методы в наши клинические рекомендации по женскому бесплодию. Потому что клинические рекомендации по женскому бесплодию пишутся для врача-акушера-гинеколога. Оценка качества медицинской помощи будут спрашивать врача-акушера-гинеколога. Вы прекрасно знаете проблему, что эмбриологи не относятся к медицинским работникам. Мы не можем отдельно написать клинические рекомендации для данных специалистов. Поэтому единственный документ, где мы смогли оставить эти показания, тоже очень важные. Это, конечно, порядок. Поэтому это тоже нюанс данного порядка, что тут есть все-таки какие-то клинические моменты в виде показаний к различным методам. Дальше. Показания для донорства ацитов, донорства спермы, донорства эмбрионов и суррогатного материнства. Вот тут четко перечислено, в каких пунктах порядка это указано. Они тоже могут быть только в порядке, потому что, естественно, в клинических рекомендациях мы не найдем никакой доказательной базы, кому показано суррогатное материнство. Это очевидно, это медицинские показания, когда женщина не может выносить по таким медицинским показаниям. Кроме того, в порядке есть дополнительные, повторяю, дополнительные обследования донора ацитов, донора спермы и суррогатного материнства. Это как раз те заключения психоневрологического диспансера, наркологического диспансера, повторные обследования на гемотрансмиссивные инфекции. Данные обследования тоже не имеют доказательной базы, и они являются именно дополнительными. Основные обследования, они соответствуют любому пациенту программ ВРТ, прописанных в клинических рекомендациях. Это еще одна особенность порядка. Следующий пункт, что новое. Есть определение базовой программы ВРТ, которое указано в 8 и 20 пункта порядка. Сказано, что это программа ЭКО или ЭКСИ, имеется в виду метод оплодотворения, состоящая из пяти или семи этапов, в зависимости от необходимости криоконсервации эмбрионов и переноса размороженных эмбрионов. И, в общем-то, как раз определение базовой программы ВРТ дано для того, чтобы понимать, что может быть оплачено по тарифу ОМС. То есть базовая программа ВРТ, состоящая из этих этапов, оплачивается, может быть оплачена по тарифам ОМС. Важно, что четко указано, что рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия, это пункт седьмого порядка, составляет не более шести месяцев. В прошлом варианте парадка это был интервал. Сейчас этот интервал отсутствует, есть четкое указание длительности, что тоже очень важно в нашей клинической практике. Не надо затягиваться обследования, надо в этот срок уложиться и приступить к лечению этих пациентов. Важно, что в пункте 8 порядка, в пункте 8D, указано, что может быть произведен перенос не более двух эмбрионов. Раньше это возможно было переносить до трех эмбрионов. А пациентам с отягощенным акушерским анамнезом и патологией матки показан селектийный перенос одного эмбриона. Это тоже новый пункт в порядке в нашем. Следующий момент. Указано, что базовая программа ВРТ может быть дополона при наличии показаний криоконсервации половых клеток, не эмбрионов. В общем-то, данный пункт дает возможность для несения данных услуг программу госгарантии оплаты по ОМС, потому что об этом много сейчас говорится на площадках счетной палаты, общественной палаты. Потому что мы все чаще и чаще сталкиваемся с пациентом с отсроченным материнством, с отсроченным отцовством по разным причинам. Кроме социальных, это прежде всего медицинские причины, это программы онкофертильности, когда пациенты приходят, и мы должны помочь им сохранить фертильность, сохранив их генетический, биологический материал. Это тоже очень важный пункт этого порядка, позитивный. Следующий момент. Показания для проведения базовой программы ВРТ. Это десятый пункт порядка. Важно, что длительность бесплодия стратифицирована по возрасту. То есть женщины младше и старше 35 лет, у них разные требования к этой длительности. Понятно, что женщины более старшего, позднего реперативного возраста не имеют времени продолжать наблюдение, лечение. И им надо максимально быстро помогать с пользой этих программ. И, что очень важно, добавлены показания, не связанные с бесплодием. Это наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо проведение преимплуационно-генетического тестирования моногенной заболеваний, структурной перестройки хромосом. Это сексуальная дисфункция, когда пары не могут иметь нормальную сексуальную жизнь и зачать ребенка. И это ВИЧ-инфекция дискордантных пар. То есть тоже очень важные моменты, которые оплачиваются в рамках базовой программы ВРТ. Позитивные и направленные, в общем-то, сделаны исключительно для наших пациентов, которые могут воспользоваться этими программами. Перечень противопоказаний к ВРТ – это отдельное приложение. Оно указано в пункте 11-го порядка. Оно максимально оптимизировано в соответствии с МКБ-10, потому что в прошлом варианте были названия, не соответствующие данной классификации. Ну, много различных там дополнений, изменений, учет стадии, тяжести заболеваний. Но что очень важно, на мой взгляд, на более таким серьезным моментом, является то, что в новом порядке стало возможно сохранение реперимной функции с помощью программ ВРТ онкологических больных. То, что я уже сказала. Даже есть и есть противопоказания для выношения в беременности. Если посмотреть внимательно прошлый вариант, в принципе, онкологические заболевания были противопоказанием для проведения программ ВРТ. Сейчас, учитывая современные возможности, научные всякие тренды, стало возможно помогать этим больным. Дальше. Ограничения для проведения базовой программы ВРТ. Пункт 12-й порядка. Вот к этому разделу очень было много вопросов. И наиболее вопрос лидер, я бы так сказала. Что означает запятая между уровнем АМГ и количеством натуральных фолликулов? Означает ли, что оба требования должны быть соблюдены или хотя бы одно? Ну, уважаемые коллеги, сразу скажу, что когда мы создавали данный порядок, было предложение, конечно, поставить союз. То есть, чтобы было четко указано, и это или, или. Но, опять же, мы же пишем эти документы, разрабатываем Министерство здравоохранения. Извините, просто телефон включился сам по себе. Работает правовой департамент Минздрава, который себя поправляет. Хочу сказать свое четкое понимание, проконсультировавшись с юристами, с другими разработчиками, что все-таки запятая в русском языке между однородными членами означает «и». То есть, для того, чтобы ограничить пациентку в проведении базовой программы ВРТ, а ограничение значит, это не противопоказание. Это не значит, что мы запрещаем пациентке это проводить. Она может воспользоваться программами за счет собственных средств, но не за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть, должны быть выполнены оба условия. То есть, у этой женщины должно быть однозначно снижение авариального резерва. И уровень АМГ должен быть меньше 1,2 нгмл. И количество антральных фолликулов в обоих яичниках должно быть меньше 5. То есть, если уровень АМГ меньше 1,2, но количество антральных фолликулов больше, значит, формально такая пациентка может быть включена в базовую программу ОМС. То есть, понимание здесь однозначное. Было вообще много очень замечаний и просьб убрать этот пункт. Но, понимаете, уважаемые коллеги, в чем дело? Мы, к сожалению, не можем ограничить пациенток по возрасту. Потому что это противоречит нашей Конституции. Потому что, согласно Конституции, все граждане, вне зависимости от пола, возраста и так далее, имеют право на оказание медицинской помощи. И, наверное, это тоже не совсем правильно. Потому что понятно, что есть женщины, которые и в 42-43 имеют хороший овариальный резерв. И есть пациентки, у которых в 35 лет или даже младше уже абсолютно нет никаких запасов фолликулов в яичниках. Поэтому, в общем-то, этот пункт является, на мой взгляд, правильным. Написан он тоже максимально щадящий. То есть, еще раз повторю, сочетание обоих признаков не дает нам права проводить данных пациенток, включать в базовую программу ВРТ. Кроме того, ограничениями являются состояния, при которых имеются показания для хирургической коррекции. Это пункт «Устраним» после лечения дальних состояний. Состояния, при которых острые воспалительные заболевания любой локализации. То есть, данный пункт тоже может быть выполнен, он может быть устранен после лечения воспалительных заболеваний. И состояния, при которых имеются показания для срогатного материнства. То есть, вот эти самые пункты, по которым базовая программа ВРТ ограничивается. Следующий момент, что очень важно, что определение показаний, противопоказаний ограничений для проведения программы ЭКО и переноса криоконсервированных эмбрионов осуществляется, как здесь прописано, лечащим врачом. Если нет противопоказаний ограничений, лечащий врач дает направление на проведение программы ЭКО в рамках территориальной программы ОМС. Были вопросы по комиссиям, на них я отвечу чуть позже. Комиссии, которые коллеги предлагали, требования комиссии включить порядок, это не совсем, как сказать, не соответствует структуре порядка. То есть, это не тот документ, где это должно быть прописано. Но это абсолютно не противоречащие опять друг другу пункты. Важно, что лечащий врач может определить эти показания самостоятельно. Да, были вопросы, какой лечащий врач. Врач-акушер-гинеколог, естественно, работающий в женской консультации, который осуществляет лечение бесплодия. Врач, условно говоря, репродуктолог, который тоже является акушером-гинекологом, работающим в центре ВРТ. То есть, это любой врач, к которому женщина обратилась с проблемой бесплодия, который, в общем-то, определил эти показания. Дальше, следующее, что нового. Пункт 16 порядка говорит про пациентов, имеющие высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Написано, что пациенты, нуждающиеся в предъявлении ПГТ, тоже направляются для применения программы ЭКО. Настоящий момент пока что при импулационно-генетическом тестировании не оплачивать за счет средств ОМС, оплачивать за счет средств граждан. Но это возможность для внесения данных услуг в программу госгарантии оплаты ПМС, а именно ПГТ-М и ПГТ-СП, то есть ПГТ, который позволяет выбрать эмбрион без генетической хромосомной патологии. Над этим сейчас работают наши законодатели. Есть инициатива счетной палаты по этому вопросу. Поэтому очень надеяться, что программы ПГТ, которые применяются именно для этих целей, будут включены и будут также оплачиваться по ОМС. Следующий важный момент. При отсутствии беременности после проведения ВРТ пациенты могут повторно направляться для выполнения криопереноса эмбриона или повторное проведение программы ВРТ при условии соблюдения очередности. Это прописано в пункте 23 порядка. В данный момент тоже отсутствовал в старом приказе 107-Н. Важно, что прописана необходимость лицензии на транспортировку биологического материала. Написано, что транспортировка половых клеток эмбриона, это пункт 38 порядка, может осуществляться как медицинской организации, то есть любой организации, имеющей лицензию, либо сторонней компанией, которая имеет лицензию на транспортировку биологического материала. Так, коллеги, сейчас отвлекусь, вы задали вопрос по предыдущим слайдам. Низкие АМГ и другие показатели следует обсудить сообществом, а не просто предлагать безапелляционно. Коллеги, давайте друг друга слушать и слышать. Ну, вы знаете, сообществом это обсуждалось очень много. Очень много людей было задействовано. Данный порядок находился целый месяц в рамках регуляторной гильотины. Фактически было голосование, и как раз вот это ограничение было принято коллегиально большинством голосов, потому что оно определило клинику экономическую выгодность, utility применения программ по ОМС у этих пациентов. Еще раз повторю, низкое АМГ, другие показатели, непротивопоказания к проведению ВРТ. Их можно проводить только не за счет средств ОМС. Вот и все. Дальше. Следующий момент, что нового. Введены дополнительные исследования для донора спермы и донора ацитов. Дополнительные исследования для донора ацитов являются кариотипирование, медико-генетическое консультирование. Исследование ОРНТТЛМГКВИЧ вместе с определенным антигеном П24 имеется в виду дополнительные исследования, кроме первого, которые и так и так входят в программу, в обследование перед проведением ВРТ. Соответственно, повторное определение антител к вирусу гепатита В и С. Кроме того, необходимо предоставить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров. Аналогичные критерии донора спермы, вернее, обследование для донора спермы, есть определенное дополнение, которое не было в предыдущем порядке, то, что доноры спермы, помимо всех перечисленных условий, должны иметь нормальные показатели спермограммы, что, в общем-то, очевидно. Суррогатное материнство. Очень важный момент, который очень широко до сих пор обсуждается. Опять же, видят лингвистические неточности в этом пункте. Ряд коллег считает, что нельзя однозначно трактовать данный пункт и предыдущий пункт порядка. Но в данном пункте 71, на мой взгляд, очень четко написано, что невозможно, нельзя сочетать одновременно программу суррогатного материнства и полностью донорского эмбриона. И, соответственно, для инокой женщины это тоже будет полностью донорский эмбрион, если она захочет воспользоваться программой донорства ацитов и суррогатного материнства. Вот это сейчас нельзя. То есть, другими словами, один из родителей должен быть обязательно генетическим родителем. Вот это очень важный пункт, который, в общем-то, на мой взгляд, так вот как бы эту рассогласованность закона и предыдущего порядка устранил. Потому что, если следовать определению статьи 55-го федерального закона, там ведь тоже очень неопределенно написано, что суррогатным материнством могут пользоваться пары, чьи половые клетки были использованы для оплодотворения. Вот слово «чьи» в данном контексте понимается очень по-разному. Некоторыми коллегами и юристами, и медиками понимается, что это именно генетическое родство. Но согласно тому же вечному праву, человек, приобретающий что-то, становится владельцем этого. То есть вот как раз поэтому те коллеги, которые понимали слово «чьи» как возможность сочетания донорства и суррогатного материнства, в общем-то, на это вот сейчас ссылаются. В данном пункте порядка вот эта рассогласованность как раз устранена. Следующий важный аспект – дополнительная обследованность суррогатной матери. Это, опять же, необходимость наличия справок из психоневрологического и наркологического диспансера, аналогично донорству ацитов и спермы, где эти справки тоже необходимо предоставить. И есть определенные изменения в пунктах, касающиеся оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированных пациентов. То есть четко идет разграничение ВИЧ-инфицированных пациентов на две группы. В принципе, это было прописано в старом порядке, но не так вот явно, что это могут пациенты с нарушенным фертильным и ненарушенным фертильным статусом, то есть дискордантные пары, где один из партнеров носитель инфекции, другой нет. То есть с целью исключить инфицирование этим парам не по причине бесплодия может быть предложено тоже лечение с помощью методов ВРТ. Кроме того, прописаны требования к хранению эмбрионов, что это закрытые крионосители, специально выделен в бедельный сосуд Дюара. Это тоже отсутствовало в прошлом порядке. Очень важно положение об организации ЦРТ ВРТ. Отличие от предыдущего порядка составляет в том, что прописана еще раз обязательность наличия лицензии, прописаны требования к должностям руководителей данного центра. Написано, что в функции центра входит забор материала для ПГТ, но не обязательно выполнение. То есть ПГТ может быть выполнен на базе какой-то сторонней организации, генетической лаборатории, которая этим занимается. В штатные нормативы добавлен врач-акушер-гинеколог при необходимости консультативного приема. И если обратить внимание, немножко изменилось число должностей, но существенных изменений в общем-то в этой части порядка нет. Что касается стандарта центра оснащения ВРТ, то тут, конечно, есть изменения. Они есть именно потому, что нужно было сделать, привести стандарт оснащения с соответственной номенклатурой медицинских изделий Минздрава. То есть есть приказ, который утверждает эту номенклатуру, и все медицинские изделия, которые указаны, они должны быть четко иметь определенный шифр и четко быть поименованы согласно этому документу. В общем, в основном с этим связаны изменения в этой части порядка. Направление, тоже вопросы по этому понту были, приложение 5 и 6 к порядку, это направление, шаблон, направление для проведения базовой программы ВРТ и справка о выполнении базовой программы ВРТ в рамках ОМС, которые врач центра ВРТ возвращает врачу, давшему направление. То есть эти два шаблона тоже отсутствовали в прошлом порядке, в данном они заложены. Есть индивидуальные карты донора спермы и индивидуальные карты донора цитов четко сделаны в соответствии с новыми клиническими рекомендациями о женском бесплодии. По перечню обследований необходимых, анкетирования, то есть сейчас они полностью приведены в соответствии с этими клиническими рекомендациями. Добавлен журнал учета хранения и использования криоконсервированных эмбрионов доноров. Это приложение отсутствовало, были все журналы, кроме донорских эмбрионов. И, собственно говоря, перед тем, как прийти к ответу на вопросы, на которые еще не успела ответить, плюс вы задаете вопросы в чате, еще раз возвращаясь к первому слайду, этим я хочу подчеркнуть, что основные моменты изменения, которые отличают новый порядок от старого, они мной сейчас были перечислены, ну, за исключением каких-то тонкостей, мелочей. И еще раз призываю вас обратиться к клиническим рекомендациям, четко прочитать и как бы усвоить вот отличие этих двух документов и почему порядок изменился таким образом, что это не просто такое вот желание разработчиков, а это необходимость, это требование буквы закона. И, как резюмируя вот эту вот часть презентации, доклада, хочу сказать, что, опять же, на мой взгляд, конечно, есть какие-то, может быть, неточности и допущения, которые есть в любом документе, но в целом новый порядок, он имеет очень много позитивных моментов, пунктов, о которых я сейчас говорила. Давайте я сейчас вначале, у меня все вопросы распечатаны, я прямо буду отвечать, читать вопросы, отвечать на вопросы, которые пришли ранее, а потом перейду к чату. Вопрос один. Необходимы ли донорам спермы получать заключение врача генетикой или достаточно сдать анализ на кариотипирование и моногенные заболевания? Да, это пункт 60-й порядка. Вопрос очень простой. И то, и то нужно. В новом приказе не указано, какие молекулярно-биологические исследования со скобой из уретры необходимо проводить донорам спермы, как часто. Не надо их проводить. Пункт 60-й порядка и клинические рекомендации об этом говорят. Имеет ли право медицинская организация, не имеющая лицензию на транспортировку биоматериала, выдавать пациенту на руки биоматериал? Да. Это пункт 41-й порядка, в котором написано, что да, имеет, но всю ответственность дальнейшую за транспортировку несет сам пациент. Замороженный биоматериал, вечеринфицированная пациентка, необходимо хранить отдельно от биоматериала пациентов, инфицированных сивеселесом и гепатитами? Да. Об этом написано в пункте 94-го порядка. Необходимо ли ВИЧ-инфицированным пациентам проводить анализ на вирусную нагрузку в сперме? Для дальнейшей заморозки в сперме используя ее в программах ВРТ? Нет. Такого пункта нет в клинических рекомендациях. И нет в порядке. Считаете ли вы, что при уровне АМГ менее 1,2 и наличии более пяти фолликулов суммарно пациентке может проведена врачебная комиссия и допуск к программе ЭКОП ОМС? Да. Это пункт 12-я порядка. Пункт 15 приказа Минздрава 803-Н предполагает, что пациентке в программе ЭКОП ОМС возможно использовать донорские ациты спермоэмбрионы, приобретенные за счет личных средств. Как обосновать включение такой пациентки в программу ЭКОП ОМС, если донорские ациты и эмбрионы показаны при сниженном авариальном резерве, а АМГ менее 1,2 является ограничением. Но пункт 15 порядка это не предполагает. Об этом говорит 20-й пункт порядка. И донорские программы проводятся за счет средств граждан, если действительно есть ограничения. Но если вы внимательно посмотрите показания к донорству, есть еще и другое показание к донорству, это неудачные повторные попытки переноса эмбрионов. И вот по этому моменту, конечно, такая пациентка может быть проведена по территориальной программе ОМС, но донорские клетки, конечно, оплачивают за счет личных средств граждан. Следующий вопрос. Обследование инфекционных факторов предполагает ПЦР на 3 микроорганизма со сроком годности 3 месяца, и все. Остальные анализы инфекционных факторов мы должны исследовать, исследовать основываясь на клинических рекомендациях по бесплодию ВРТ или не исследовать? Не исследовать. Клинические рекомендации, как я, по-моему, так несколько раз повторив, перечислил, включают обследование на 4 микроорганизма. Гонорея, мекоплазма, гениталиум, хламидиум и трихомонаду. Но в комментариях к данному тезису указано, вот я даже себе его выписала, при выявлении нарушения флоры и влагалища возможно направлять пациенту направлять ДНК и перечисленные возбудители плюс ПЦР, уреоплазма, мекоплазма, хоминис и так далее. Значит, коллеги, вот еще такой момент, о котором я не сказала, показывая тезис рекомендаций клинических рекомендаций. Значит, из каждого тезиса рекомендаций в клинических рекомендациях, каждый из этих тезисов, по идее, пойдет в стандарт, клинико-экономический стандарт. Но в стандарте мы прописываем, как вы помните, кратность назначения и число назначений. Поэтому, если это тезис рекомендация, по идее, мы должны написать это с кратностью 1. То есть, каждой женщине обязательно должно быть сделано. Все, что написано в комментариях, мы тоже можем вложить стандарт, но совсем с другой кратностью. То есть, мы должны предположить, сколько у нас женщин будет иметь нарушение вагинальной флоры. И вот каждой такой женщине, у которой мы выявили неоптимальный влагалищный мазок, мы будем назначать обследование на другие инфекции, условно, патогены или инфекции, передающиеся половым путем. Просто это тоже можно будет, это тоже будет в рамках программы ОМС, но кратность назначения будет другая. Я думаю, это понятно. Чем отличаются, в принципе, вот так вот тезисы, которые четко прописывают обязательность выполнения от того, что мы помещаем в комментарии. Следующий вопрос. Из гормонального обследования в приказе только АМГ и ФСГ. Остальные гормоны мы должны исследовать, основываясь на клинических рекомендациях по бесплодию или не исследовать? Значит, опять же, смотрим клинические рекомендации. Значит, для уточнения причин бесплодия, у нас их несколько гормонов. Пролактин, ТТГ, антитела, актиры, пероксидази, прогестерон. При гирсутизме и нарушении цикла тестостерон свободный, при нарушении цикла ФСГ, ЛГ, эстрадиол. И это для причин бесплодия. Для включения в программу ВРТ уже только ФСГ и АМГ. То есть, мне кажется, тут все очень четко прописано. Следующий вопрос. Сроки годности леопароскопии гистероскопии один год. Мы должны их проводить ежегодно пациенткам перед программой, даже без показаний? Но на этот вопрос я ответила. Нет, конечно. То есть, годность обозначает просто годность. Если врачу через год нужно будет провести повторную гистероскопию, потому что у пациентки, предположим, снова образовалась полипендометрия, он проведет ей гистерорезектоскопию, назначит проведение. Если у пациентки через год не будет никакой внутриматочной патологии, проведение этого обследования абсолютно необязательно. Отсыл в приказе на клинические рекомендации по бесплодию и все ограничения порядка касаются только ОМС. Да, ограничения – это только ОМС. Уреоплазмы проверяем, лечим. Ну, на это я уже сказала. Это не пункт для порядка. Это смотрим клинические рекомендации. Проверяем и лечим, у кого есть нарушение вагинальной флоры. Об этом вот только что говорилось. Опять же, про стероидные гормоны. Только что отвечал на этот вопрос, какие и по каким показаниям. Вопрос по ограничениям программы КОЭМ с АМГ менее 1,2 и количества центральных фолликров менее 5. Опять же, про запятую. Про запятую я сказала. Трактовать, на мой взгляд, следует как и. То есть, если у пациентка АМГ ниже 1,2, но имеется 5 фолликулов, можно ли убрать протокол ПМС? Да, можно. На каком оборудовании должно быть изверено АМГ? На сертифицированном. На каком? На сертифицированном. Зарегистрированном в Российской Федерации сертифицированном оборудовании. Вопрос о донации ацидов в базовой программе. Если ограничено АМГ и количество центральных фолликулов, то как и когда мы можем использовать донорские ациды в базовой программе? Не можем. Базовые не можем за счет средств граждан. То есть, авариальный резерв хороший, пункцию сделали, ациды не получили. И сразу покупаем, плодворяем донорские? Тогда совмещаем ОМС и коммерцию? Нет. Значит, еще раз возвращаюсь к пункту 45 порядка, где прописано, помимо снижения резерва, показания к донорству – это неудачные попытки ВРТ в анамнезе. То есть, к донорству есть несколько показаний. И вот по этому показанию мы можем использовать базовую программу ОМС, базовую программу ВРТ, но сами донорские ациды покупают за счет средств граждан. Опять же, вопрос по тому же самому. Следующий вопрос. По приложению противопоказаний пациенты с рассеянным склерозом должны быть лишены возможности прибегнуть ВРТ. Значит, рассеянный склероз – это у нас G35 код, и в противопоказаниях четко написано, что не любой рассеящий склероз, а и, вот я тоже себе выписала, тяжелый, инвалидизирующий, некурабельный заболевание нервной системы различной этиологии, сопровождающейся выраженным двигательным психическими расстройствами. То есть, помимо кодов МКБ, которые являются противопоказанием программ ВРТ, есть еще особенности течения заболевания, это отдельные столбики в этой таблице, где указаны особенности, при которых это проводить нельзя. Конечно, не любой рассеянный склероз является противопоказанием. В пункте 14 написано, направление выдается лечащим врачом для проведения программы ЭКО. Ранее на уровне региона создавались комиссии. Вот сейчас несколько вопросов я прочитаю, а сразу отвечу, что это не вопрос и порядка. Порядок пишется для всей страны. То, что делается в рамках территориальных фондов ОМС, не удел данного документа. Это должно быть прописано в совсем других законодательных актах, в совсем других приказах, связанных с ФОМС, с распоряжениями правительства и так далее. То есть, вот тут все вопросы по комиссии. Я понимаю, что это большая проблема про ограничение квот, что пациенты вынуждены обращаться в те организации, которые получили определенное количество этих квот. Другие организации могут перевыполнить, но им это не получается. Сейчас уже давно идет разговор о том, что необходимо вести принцип «квот идет за пациентом». Все эту проблему знают. Наши раку обсуждается. Но еще раз, уважаемые коллеги, это порядок, это не тот документ. Давайте вспомним первый слайд, что входит в структуру порядка, в котором эти моменты должны быть и могут быть прописаны, самое главное, что. То же самое касается контроля за врачами, которые пытаются лечить бесплодие другими методами, качество обсуждается страдает. Опять же, контроль не вопрос порядка. Дальше вопрос. Могут ли пациенты, находясь за границей, доверить выдачу на руки биоматериала и перевозку третьему лицу от их имени? Ну, нотариально заверенной доверенности визы консула достаточно в таком случае? Значит, порядок это не регламентирует. Если будет нотариально заверенная копия, почему нет? Но, насколько я помню, нотариальные действия закон о нотариате, такие действия за нотариусом не закреплены. Поэтому, как это будет выглядеть на самом деле, не могу вам ответить на этот вопрос. Но если такой документ нотариально заверен, будет предоставить, то да, то есть фактически человек представляет и является фактически пациентом, представляет полностью интересы пациента, поэтому согласно пункту 41 порядка может быть выдан этот материал. Справка из КВД. Вопрос по справке. Очень длинный вопрос, что он указан в опросе донора спермы и донора эмбрионов, но его нет в таблице срока годности и так далее. Его нет и клинических рекомендаций, справка из КВД не требуется. Там просто есть вопрос, стояли ли вы на учете в коже-венерологическом диспансере. Больше ничего. То есть пациент, донор спермы или донора ацитов отвечает на этот вопрос самостоятельно. Никакие документы, подтверждающие, для этого не требуются. Дальше вопросов несколько по индивидуальной информированной добровольному согласию формы. Ну, у коллег возникли вопросы, потому что сейчас эта форма ИДС представлена таким образом, что сложилось видимо впечатление, что пациент сразу подписывает все опции, которые там перечислены. Ну, например, все три метода в отношении оплодотворения – коэксили и искусственная инсеминация. Или что делать с избыточными эмбрионами – коринкансировать, утилизировать, донировать. В форме надо подчеркнуть нужный общий. Пациент подчеркивает, он выбирает ЭКО, он выбирает хранение эмбрионов, и под этим он ставит свою подпись. Ни в коем разе он не подписывается под всем сразу. То есть, мне кажется, это достаточно вот так понятно. То есть, там есть возможность подчеркнуть или обвести как угодно. ПГТА исследования эмбрионов можно проводить всем желающим в программе ЭКО. Или мы работаем строго по показаниям из клинических рекомендаций. Значит, в клинических рекомендациях нет ни слова про ПГТА в современных, вот в новых, в отличие от старых. Есть рекомендация про ПГТМ, про ПГТСП пациентам, у которых надо исключить генетическую или хромосомную патологию эмбриона. Вот им это рекомендовано. Значит, почему нет ПГТА в клинических рекомендациях? Потому что нет никакой доказательной базы. Что позднерепродуктивный возраст, что привычный выкидыш, что патоспермия. Те показания, по которым, в общем-то, можно предлагать проведение ПГТА, имеют очень низкий уровень доказательности. Что называется, требуется дальнейшее исследование. Это большой спорный вопрос. Поэтому они не вошли в новые клинические рекомендации, а посему ПГТА предлагается врачами, исходя из, в общем-то, имеющихся учебников, методических рекомендаций и так далее. То есть тем группам пациентов, которые перечислены, или просто по желанию пациента. И такое тоже есть. Вот. Поэтому врачи могут предлагать этот метод ПГТА любому пациенту. Ну, естественно, это исследование проводят за счет личных средств граждан. Вопрос по ковиду. Что с анализами на ковид? Как часто надо сдавать протоколы ГКО? Ну, уважаемые коллеги, это совсем не для этого порядка. По ковиду есть методические рекомендации, по-моему, уже девятая их версия, где четко прописаны, что нужно, кому нужно. Конечно, там нет регламентации работ клиник ВРТ. Клиники ВРТ работают согласно этим методическим рекомендациям. Кроме того, согласно тем нормативно-правиламактам, которые зарабатывают региональные правительства, министры здравоохранения. Вот. Ну, тут единственное, что могу однозначно ответить. Вопрос антитела или мазок. Конечно, перед программой, приступлением программы, для исключения инфекции у пациента, необходимо брать мазок. Антитела – это такой метод очень сомнительный. И, в общем-то, вы сами понимаете, что наличие этих антитела абсолютно ни о чем не говорит. Особенно в свете того, что пациенты сейчас стали болеть повторно. Значит, еще опять вопрос. Ну, это уже прямо вот совсем перед эфиром пришли опять про АМГ. Такой прямо крик души. Что делать женщин, у которых два фолликула? Если у них и АМГ низкий, и количество натуральных фолликулов менее пяти, им ничто нельзя делать ЭКО. Можно за счет их собственных средств. Это еще раз, это не противопоказание, это ограничение. Вот. Крайне скудный план обследования супружеской пары для программ ВРТ. Нет в перечне определения проходимости маточных труб, гормонов. Ну, я надеюсь, сейчас я вас разубедила в этом, показав клинические рекомендации. Там есть и оценка проходимости маточных труб, и есть все гормоны. То просто это не прописано не в порядке, а в клинических рекомендациях. Опять почему-то вопрос, почему супруге требуется сдавать так часто мазок на гонорею. По-моему, гонорея указана однократно, то есть и в стандарте она будет идти кратность единицы. Почему? Откуда коллеги решили, что часто? Может быть, это срока годности исследований, то есть у каждого лабораторного исследования стоит срок годности. Конечно, если пациент там был больше шести, больше трех месяцев, смотря про какое исследование мы говорим, как бы обратился за помощью, сдав анализ задолго до этого, ему придется это исследование повторить. Я хочу сказать, что в этой таблице по срокам годности сроки максимально оптимальны, ведь максимально оптимальны, потому что раньше они ведь вообще нигде не были прописаны, но в основном клиники ВРТ брали очень-очень свежие результаты, максимум один месяц. В данной таблице как раз эти сроки расширены, то есть, ну вот сейчас я прямо открою, давайте посмотрим. Клинический анализ крови – один месяц, ВИЧ, гепатит – три месяца, коагулограмма – месяц, анализ мочи – месяц, микроскопическое исследование волоколичных мозгов – месяц, обследование инфекции передающих путей – три месяца, гормоны – шесть месяцев. То есть, это как раз те сроки, за которые пациент успевает собрать анализы, если это не делается ни в одном моменте, и обратиться в клинике ВРТ. На мой взгляд, они, наоборот, очень оптимальны. Так, опять же, про ограничения АМГ-эта я уже отвечала. Опять, кто дает направление на проведение программы ЭКО по УМС – врач-акушер-гинеколог, это я ответила. Ну, и тут про московский регион, временные рамки. Теперь надо следовать по приложению 6 из приказа 703Н, да, в соответствии с данным порядком. Теперь, коллеги, давайте я перейду. То есть, видите, вопросы повторяются. Теперь я хочу перейти к вашим вопросам онлайн. Так, про низкие АМГ я тоже ответила. Ну, опять же, да, вот коллеги спорят, что при низком АМГ беременность возможна. Абсолютно с вами согласна. То есть, конечно, потом у женщин позднего определенного возраста даже не АМГ, а ФСГ более такой критериальный гормон для определения вариального резерва. Но, уважаемые коллеги, мы говорим сейчас про средства государства. Еще раз, это не противопоказание. То есть, мы выделяем пациенток, которые имеют очень высокий риск, вернее, вероятность того, что авориальная стимуляция будет неэффективной. То есть, еще раз повторю, там союз И. То есть, если у вас пациентки низкой АМГ, ну, хотя бы достаточно фолликулов или мало фолликулов, меньше пяти по УЗИ, ну, уровень АМГ выше, значит, такая пациентка может быть включена в программу территориальной ОМС. Вот это очень важно. Так, в соцсетях появляется отзывы в отдельных юристах подавать суд и требовать возврата денег за программу ЭКО при сниженном резерве. Так как в порядке нет четкости, что ограничение для ОМС. Ну, я не знаю, по-моему, очень четко уже объяснила несколько раз. Конечно, вот эта запятая, она будет возникать еще, но я думаю, достаточно будет одного такого суда с позитивным решением. У нас сейчас развивается активное состояние прецедентное право, на которое все потом будут на этот прецедент опираться. То есть, один раз достаточно дать суду заключение вот по этому моменту, и будет все однозначно. Хотя, конечно, с вами соглашусь, что мы же вносим поправки в порядок периодически. Наверное, я с вами согласна в том, что надо четко поставить правильный союз. Запятая все-таки вот вызывает вопросы. Это я с вами согласна. Так, в естественном цикле показательные работы за суррогатную мать и генетическую принадлежность. Спасибо. При программах ЭКО в естественном цикле ограничение не распространяется. Это же базовая программа. Ну, программа ЭКО в естественном цикле – это не базовая программа. То есть, базовая программа, она состоит из 5-7 этапов, которые – это в реальной стимуляции. Естественно, цикл не включает себя в реальную стимуляцию. Изменяется объем обследования мужчин перед ВРТ. Значит, перед ВРТ у мужчин только спермограмма. Значит, все, что касается, еще, коллеги, очень важно, все, что касается обследования, лечения мужчин, есть еще одни клинические рекомендации, которые заработала Российская Ассоциация Репродукции Человека совместно с соответствующими тоже ассоциациями. Это мужское бесплодие называется. Там четко прописано объем обследования, лечения мужчин с различными патологиями, с воспалительными заболеваниями, с обструктивными там непроходимостью, и, в общем, они тоже, конечно, имеют важное значение, но если у нас априори приходит в программу мужчина без этих заболеваний, и пара обращается по причине бесплодия, единственным методом обследования мужчин, согласно клиническим рекомендациям, это спермограмма. Дальше вопрос. Приложение 7.10 к приказу нет, граф по рецепиентам. Нет, это мне надо приложение открыть. 7.10 приложение. Это какие приложения? Вы, наверное, думаете, я наизусть помню, какие приложения. К приказу или к порядку? Тоже вопрос. Приложение 7.11. 11 у нас, по-моему, информированное добровольное согласие. Это 14. Нет, извините. Сейчас, одну секунду. Это 13. Вы так писали бы четко, потому что я тогда хоть по названиям сразу можно... 7.10. Это журналы приложения 6. Коллеги, что это за приложение такое? А, журналы учета хранения использования криоконсервированной донорской спермы. Это у нас приложение номер 7. Чего там не хватает? Граф по рецепиентам. Ну, а зачем здесь графы по рецепиентам? Рецепиенты – это ваши пациенты. На них заводится карта медицинская. То есть, как бы, думаю, что это избыточные графы в данных приложениях. Каким образом определите результат процедуры в части определения сроков нетрудоспособности? Часть определенных сроков нетрудоспособности. Коллеги, это не относится к данному порядку. Вопрос, конечно, интересный, но не могу вам на него ответить. Это не этот документ. Каким образом провести исследование с первой на ДНК РНК ВИЧ после процедуры отмывки? Ни один производитель тест-системы не заявляет правильно. То есть, у нас есть единственный. Почему на самом деле вот эта медицинская услуга не была внесена в клинические рекомендации? Она долго обсуждалась со специалистами по ВИЧ-инфекции, соответствующей ассоциации. Она имеет свой смысл. Более того, к ней есть доказательная база. Но данный тезис рекомендации не был включен в соответствующий документ, потому что вот именно по той причине, о которой вы пишете. Потому что у нас в стране единственный производитель, он находится в Москве, который может провести это исследование в сперме. То есть, мы эту проблему держим в голове, помним, как только это исследование станет доступно для проведения, я думаю, оно будет включено в клинические рекомендации. Нужно ли мужчине перед программой ВРТ брать анализы на ВИЧ-гепатиты сифилис? Ну, нет. То есть, оно не прописано в клинических рекомендациях наших. Получается, что так. То есть, доноры спермы, да. Давайте вот прямо сейчас откроем клинические рекомендации. Женское бесплодие. Сейчас прямо вот я вам все это зачитывала. У нас указано. Сейчас, секунду. Четко, по-тезисно. Лабораторные методы обследования. Потому что клинические рекомендации, поскольку они строго по шаблону. Сейчас, вот. Направлять пациентку. Направлять пациентку. Направлять пациентку. То есть, муж звучит только в спермограмме. Значит, для того, чтобы ответить на вас вопрос правильно, значит, надо открыть клинические рекомендации по мужскому бесплодию. Честно говорю, я не знаю, есть ли у нас на связи андрологи. Владислав Станиславович, вы здесь? Игорь Алексеевич Корнеев не с нами, случайно разработчик клинических рекомендаций по мужскому бесплодию? Игорь Алексеевич Корнеев не отвечает. Хорошо, отложим вопрос по мужскому бесплодию на попозже. Опять обследование по ВИЧ-супернатанте у мужчин. Она ответила. Вы можете добавить слова ОМС пунктом с рядом с МГ и КАФ? Ну, предполагается, что базовая программа ВРТ, то есть программа ИКО, как она обозначена в порядке, это как раз та программа, которая оплачивает по ОМС. Там есть этот пункт. Не помню, какой он. Там написано, что оплачивается по ОМС. Это есть, прописано в порядке четко. Как быть с пациентками, которые получили направление на ИКО до 1 января 2021 года, АМГ ниже 1Н2 и количество антральных фолликулов менее 5? Ну, если они получили направление до 1 января, оно же у вас не реализуется в новом году. Им надо брать новое направление с 1 января 2021 года. Оно, соответственно, уже будет следовать из нового порядка. Это решает судьбу, но это комментарий. Пункт 12. Нет разделения на базовую программу и не базовую программу. Сейчас пункт 12 открою. Сейчас, секунду. Пункт 12. Ограничения. Ограничения касаются, это я уже отвечала, базовой программы ВРТ. Базовой программы ВРТ. Теперь для проведения ПГТ. Теперь обязательно медико-генетическое консультирование. Для ПГТМ, ПГТСП, да. Потому что эти показания определяются врачом-генетиком. Для отбора эмбрионов без хромосомной генной патологии. В пункте 15 приказа 803Н сказано, что проведение программы ЭКО без указания по ОМС или на коммерческой основе происходит после устранения ограничений. Так, еще раз. Пункт 15 приказа 803Н сказано, что проведение программы ЭКО происходит после устранения ограничений. Как устранить ЭМГ-мини-1,2? Это неустранимые ограничения. Речь идет о тех ограничениях, которые можно устранить. То есть хирургическая патология, острое воспалительное заболевание. Об этом я тоже сказала. Имеют ли пациенты право сами перевозить свои эмбрионы? Или только лицензированные компании? На это я ответила. Имеем ли право выдавать жидкий азот пациентам на руки? Ну, смотрите, 43-й, по-моему, пункт. Давайте его прямо с вами внимательно прочитаем. Значит, по письмам и заявлению пациентов. Принадлежащие им к риоконсервированные половые клетки, ткани, репортинформированные эмбрионы, выдаются на руки пациентам. После передачи биоматериала ответственность за их сохранность, качество транспортированных несут сами пациенты. То есть все, с чем приехал пациент, дюар он свой привез. Это не компания, которая имеет лицензию на перевозку. Все, что он с собой имеет, то он имеет. Клиника не обязана, не должна ему давать что-то дополнительное. Она ему должна выдать его биологический материал. Вообще, конечно, как сказать, это такой пункт спорный, да, потому что, конечно, транспортировка своего биологического материала самими пациентами, создает высокий риск потери этого биологического материала. Мы это понимаем. Так, вступить в базовую программу с накопленными ацитами или эмбрионами в предыдущих платных программах. А в базовой программе она что будет делать? У нее уже есть эмбрионы, и надо сделать только перенос. Перенос она может сделать по ОМС, да. То есть у нее есть эмбрионы, которые она получила. Сейчас ее фолликулярный резерв. То есть ей надо сделать перенос с эмбрионами, которые она получила в прошлых попытках программ ВРТ. Какая патология матки не является показанием к переносу одного эмбриона? Любая? Вы, наверное, имеете в виду тот пункт, где говорится про перенос к женщине, какой женщине может... Ну, в принципе, да. То есть вообще патология матки, она прописана в клинических рекомендациях не только по женскому бесплодию. Сейчас еще вышли клинические рекомендации по миоме матки, клинические рекомендации по эндометриозу. Они уже утверждены Минздравом. Кстати, вот тоже очень важный момент, который я забыла сказать. Они уже утверждены, они висят на сайте РУАГа. И там в обеих клинических рекомендациях есть разделы, касающиеся беременности данной патологии. То есть посмотрите, пожалуйста, внимательно эти разделы, там это все очень четко написано. При какой миоме, каких размеров, какого расположения, требуется хирургическое лечение, при какой не требуется хирургическое лечение и так далее. То же самое касается аденомиоза. Что касается такой патологии, как гиперплазия эндометрии и полип, это те... Полип эндометрии – это те патологии, которые должны быть обязательно устранены перед проведением программ ВРТ. Так, я теперь правильно понимаю, что теперь пациентка, допустим, 43 лет с одним фолликулом в обоих яичеке, принесенных от МГ, может идти в программу... Да, да, правильно. Имеет ли женщина право отказаться от проведения гистера или апароскопии, рекомендованных врачом? Ну, конечно, то есть пациент подписывает всегда информированное добровольное согласие, и пациент именно в конечном итоге решает, делать ему какие-то обследования или не делать. Какие документы, например, должны быть оформлены? В медицинской карте пациентка должна написать отказ от проведения предложенного метода лечения, диагностики. И имеет ли она при этом право на проведение ВРТ? Она не имеет права на проведение ВРТ по МС, потому что имеет ограничения. У нее есть хирургическая патология, которую она не устранила. Вот, поэтому ее ей никто, конечно, направление не выдаст. Что касается, имеет ли она право с патологией эндометрия вступить в платную программу ВРТ, но формально получается, что да, но согласно клиническим рекомендациям по соответствующим нозологиям, если вы откроете, да, это не прописано ни в порядке, ни в клинических рекомендациях женской бесплодия, но в клинических рекомендациях о соответствующем патологии будет написано, что не рекомендовано там то-то и то-то и то-то. Поэтому такой пациентке в любом случае, если у нее есть внутриматочная патология или хирургическая патология, она отказывается от данных методов, в данном случае не только диагностики, но и лечения. И, конечно, программы ВРТ проведены не будут ни за какие средства. Распространяется ли требование к хранению эмбрионов в ВИЧ-инфицированных пар на хранении эмбрионов от пар с гепатитами В и С. В порядке прописаны только условия хранения, это отдельный раздел порядка по ВИЧ-инфицированным пациентам. Вопрос к приложению 5 и 6. Каков порядок взаимодействия предполагается между клиникой, направившей пациентку, и клиникой, которая провела ЭКО по ОМС? Значит, клиника, которая провела ЭКО по ОМС, должна вернуть, согласно приложению 6 в порядку, заполненное направление врачу, который выдал его. Кто формирует отчет по проведенной программе? Кто оценивает результативность и качество услуги? Значит, отчет формирует лечащий врач. Оценивает результативность и качество очень много компаний, начиная со страховых, заканчивая Росздравнадзором и Следственным комитетом. Коллеги, это вопрос, по-моему, очевидный. Так, может ли клиника наливать жидкий азот в термос, который выдается на руки пациенту, его биоматериал? Уважаемые коллеги, давайте все-таки вопросы задаваться четко с порядком, да, потому что вот такие тонкости, может ли быть выдан жидкий азот и так далее, это не, как сказать, это не функция данного документа. Это не функция данного документа. На жидкий азот есть определенные требования по его перевозке, есть инструкция, то есть я, честно говоря, вот так вот абсолютно, Владислав Станиславович, может, вы мне поможете, то уже третий раз коллеги спрашивают, можем ли мы на руки наливать жидкий азот пациенту, который является взрывоопасным, там и так далее. Вот, поэтому это, конечно, важный вопрос, но, опять же, еще раз повторю, это не относится к данному документу. В данном документе скажут, что вы, если пациент требует по его информированному согласию, ему этот материал передается, и дальше все ответственность, как он его доставит, в чем он его доставит, несет сам пациент. Если он приехал с своим жидким азотом и термосом, он это туда помещает. Ответственность в клинике на это не распространяется. Прошу пояснить положение решения о дальнейшей тактике в отношении неиспользованных эмбрионов. Принимают лица, которым принадлежат эмбрионы? Ну, конечно. То есть неиспользованные эмбрионы за их судьбу принимают лица, которым они принадлежат. О каких договорах идет речь? Так, пункт 18. Делаю сейчас секунду. О каком договоре идет речь? Очень хорошо, что я его распространяю. А решение о дальнейшей тактике. Отношение неиспользования. Лица, которым... Значит, в отношении гражданско-правовых договоров. Значит, ну, честно говоря, вопрос интересный, потому что речь идет, конечно, об информированном согласии, где пациент подписывает, что он собирается делать со своими эмбрионами. Собирается он их хранить, утилизировать или донировать третьим лицам. То есть это форма, которая подписывается и остается в клинике на руках у пациента, соответственно, как документ, который определяет судьбу эмбриона. Если он продолжает хранить свои эмбрионы, составляется договор оплаты этих услуг, потому что криоконсервация, разморозка, это оплачивается по МС, но само хранение биоматериала оплачивается пациентом. Пациент может хранить материал неизвестно сколько долго. Опять же, в программах отстрочено материнство и отцовство. И вот на хранение этого материала составляются такие договора, то есть где указывается стоимость, способы оплаты, как это будет проводиться и так далее. Я так понимаю, что вопрос об этом. Предложение ждать суда не успокаивает, это я с вами согласна. Лучше его не ждать, не допускать этого. Доступность инфекциониста для больных ВИЧ сейчас невелика. Программа длится 3 недели. В наших условиях пациенты не смогут освежать справку инфекциониста в течение месяца до переноса, потому что это не одномоментный процесс. Ну, наверное, да, есть проблема в ряде регионов, действительно, с кадрами, с доступностью медицинской помощи, я с вами соглашусь. То есть, видимо, ваше предложение по... Вы бы, наверное, согласились, если сроки годности были бы больше, да, чем там месяц, да, вы сейчас, секундочку, справка от... Справка от инфекциониста, справка... А, заключение Центра по филактике и борьбе со спидом один месяц. Конечно, вы правы, что в этом большая проблема, но, с другой стороны, есть же обратная сторона медали, что ВИЧ-инфекция – очень динамичный процесс, как и любое заболевание, которое зависит от иммунного статуса пациента, от сопутствующей патологии, от приема антиретровирусных препаратов. Сейчас он еще ковид-19 подсоединился, да, как отвечают пациенты на эту инфекцию. Поэтому более длительная годность документа, понимаете, она может нивелировать качество помощи. То есть пациент пришел с справкой, 3 месяца назад он получил, врач-инфекционист 3 месяца назад оценил его статус, и врач-репродуктолог думает, что он актуален. А на самом деле ведь актуальность этого может потеряться. Сроки годности определяются именно этим, и это очень важно. Так, про естественный цикл я ответила. Если пациентки приходят по программе МЭС, пока они получают квоту, как минимум общие анализы годный месяц, просроченные. Следует требовать обновления анализов? Следует. То есть они должны прийти с теми сроками, которые указаны в приложении номер 4. Так. Ну, опять же, да, что в пункте про ограничения поставить валидно для программ МЭС. Но есть такой пункт, просто сейчас не буду. Там четко есть пункт порядка, где написано, что оплачивается по МЭС, что не входит в программу МЭС. Так. Вот. Кто-то отозвался про мужское бесплодие. Анастасия Григорьевна отозвалась. Клиническая регионация мужской бесплодия в списке лабораторных обстоятельств. Нет анализа антилагвича, сифилизи, гепатитом. Вот. Ну, да, видите, я, в общем-то, ответила вам, значит, правильно, что их там нету. Потому что я видела проект, читала проект клинических рекомендаций по мужскому бесплодию, значит, он соответствует актуальной варианты этому проекту. Азот в любом случае нельзя нагреть термос. Это заключено по технике безопасности. Алсу Сафидин, она написала, спасибо большое. В общем-то, я, собственно говоря, об этом и говорю, что это взрывоопасно, и пациентам на руки клинику выдавать нельзя. Если он со своим приехал, это другое дело. Так, планируется криоперенос. Два месяца программы ЭКО. Обследование на общеклинику, ну, два месяца. Так, планируется криоперенос. Два месяца назад, наверное, была программа ЭКО. Обследование на клинику нужно? Нужно. Человек же пришел в новую программу. Нужно. Можно переносить криоциты без шестимесячного карантина. Нельзя. Карантин прописан. Будут ли функционировать региональные комиссии по отбору пациентов за счет средств МС? Уважаемые коллеги, территориальный фонд МС, комиссии – это не раздел нашего порядка. Это вот совершенно другой нужно проводить вебинар, куда приглашать специалистов из этих фондов. Это сложный вопрос. Еще раз повторю, сейчас это обсуждается на разных площадках. Вопросы очень правильные с этими комиссиями. Они очень актуальны, но это не на сегодня, не здесь. Так, ну все же, имеет ли право пациентка на базовую программу, если имеются ее криоконсервированные ациты, но на момент вступления в резерв не соответствует? Ну, смотрите, еще раз, базовая программа ВРТ, она включает эвариальную стимуляцию. Ее ациты получены. То есть ей нужно провести оплодотворение, экоэлиэкси, ей нужно принести культивирование эмбриона в перенос. То есть, ну, насколько я знаю, такой программы, такой без эвариальной стимуляции, это в каком регионе такой поддерживает ОМС? Это интересный вопрос. То есть программа ОМС всегда начинается в реальной стимуляции. Естественный цикл туда не входит. Я думаю, Владислав Саниславович, опять куда-то пропали у меня. Было изображение. То есть формально она не подходит под базовую программу ВРТ, неважно, есть у нее криоконсервированные ациты, нет криоконсервированных, у нее есть определенные ограничения. Вот, а тем более, если она пришла уже в программу с криоконсервированными ацитами, то есть она провела первый этап, она идет по платной программе. Количество полученных ацитов теперь не является критерием в определении метода оплодотворения. Ориентируемся, да, вот те показания, которые прописаны к ЭКСИ, они немножко обновлены. Они, кстати, вот эти показания к хетчингу, к вспомогательному ЭКСИ, они идут из клинических рекомендаций по вспомогательным реперативным технологиям, где вот те, которые на сегодняшний день действуют в 2019 году, которые утверждены. И вот именно эти показания были включены в этот порядок, из этих клинических рекомендаций. Над ними работали всем сообществом над теми рекомендациями. Я думаю, с теми рекомендациями все согласны. Если пациент донирует свои эмбрионы, применяется ли к ним требование как для доноров? Значит, вот тут такой вопрос вредный вы мне задали, потому что вы абсолютно правы, в порядке не прописаны ни дополнительные обследования для доноров эмбрионов, если вы обратили внимание, потому что, ну, почему? Во-первых, если это эмбрионы, полученные из донорских ацитов и донорской спермы, тогда все те самые требования, которые есть к донорам, обследования к донорам, они, ну, логично из этого вытекают. То есть был донор фооцитов, был донор спермы, полученный донор эмбрион. Но, конечно, есть пары, вступившие в программы ВРТ, которые донировали свои эмбрионы, то есть написали информированное добровольное согласие, где они выбрали избыточные эмбрионы донировать. Значит, к ним, конечно, вот эти требования, получается, что не предъявляются, потому что, нет, это пациенты ВРТ, они прошли все необходимые обследования, естественно, у них была проведена эта программа, но, конечно, это пациенты могут быть и более старшего возраста. У них нет второго обследования, допустим, на ВИЧ-инфекцию, которая необходима для доноров. Вот это такой момент, который в порядке отсутствует, это я с вами соглашусь. Скажу от себя, что я была сторонником, чтобы это дополнить. Но, учитывая, понимаете, логика какая была при включении вот этих моментов в порядок, что ведь донорство, особенно донорство эмбрионов, это такой дефицитный очень материал, очень дефицитный. И если есть избыточный эмбрион, от который пары отказываются, ну, вы попробуйте их, допустим, вызвать еще раз в клинику для того, чтобы они сдали дополнительные исследования, для того, чтобы они прошли психоневрологический и наркологический диспансер, но они просто это делать не будут. Вот, а эмбрионы, значит, придется что с ними сделать? Придется их утилизировать. Вот, что касается возраста и других требований донора, то есть отсутствие хромосомных аномалий и так далее, такие требования должны распространяться для пар, которые донируют, потому что рецепиент, то есть пациент, получающий донорские ациты, он же получает и общую информацию о доноре, ему предоставляется возраст, там, ростовесовые показатели, национальности и так далее. То есть, конечно, если это семейная пара, которым глубоко за 40, у которых остались избыточные эмбрионы, конечно, такие эмбрионы донировать не буду. Это, конечно, будут молодые пациенты без хромосомных аномалий. Но вот в отношении обследований, вот для таких доноров эмбрионов, которые остались избыточные, это вы правы, оно как бы отдельно не прописано. Так, вы не ответили на мой вопрос пункта 18-го порядка. Решение о дальнейшей тактике в отношении неиспользованных эмбрионов принимают лица, которым принадлежат эмбрионы на основании гражданско-правовых договоров. Так, еще раз читаем. В отношении неиспользованных... А, в отношении... Ну, коллеги, ну что я могу сказать? Я считаю, что здесь слово гражданско-правовый договор лишний, потому что имеется в виду информированное согласие. Я ответила вам, может быть, не совсем четко. Я тоже не понимаю, о каких гражданско-правовых договорах идет тут речь. Может быть, мне кто-то поможет ответить. Да, потому что я с самого начала, когда начала презентацию, сказала, что, конечно, недочеты в документе, как в любом документе, есть. Гражданско-правовой договор имеет место быть, когда пациент хранит клетки. Решение, что с ним делать, он прописан, формирует согласие. Вот последнее у нас приложение к порядку, номер 13, да, где он четко обводит это и говорит, как есть. Поэтому, вот, Владислав Александрович, для вас тоже вопрос. Знаете ли, ну, вы так запомните, сейчас я на все отвечу, о каких гражданско-правовых договорах в этом пункте. Вот коллега Светлана Васильковского как бы второй раз это спрашивает. Так, еще несколько вопросов. Пункт 92. Требования, предъявляемые при ВИЧ, являются аналогичными для всех инфекций? Нет, требования для ВИЧ написано. Значит, зачем криоациты тоже должны стоять в карантине 6 месяцев? С чем они отличаются от ЭКО с живым донором ацитов? Значит, криоациты, криосперма в карантине 6 месяцев для исключения гематросмиссивных инфекций, потому что пациент донора ацитов, донор спермы приходит, сдает свой биоматериал и повторяет обследование через 6 месяцев, чтобы быть уверенным, что данная инфекция у него отсутствует, и мы переносим пациенту неинфицированный материал. Крио, перенос по ОМС, хетчинг теперь обязательно выполнять всем? Нет, крио, перенос, хетчинг, ИКСИ, показания четко прописаны в порядке. Кому он должен быть выполнен, какие к нему показания? Вы все верно, вот последний уже вопрос. Вы все верно говорите про доноров. Очевидно, никто не будет их дообследовать, но это опять представляет всех нас под юридические риски. Согласна с вами, ничего не могу сказать. Давайте напишем по-умному. Значит, ну это самый хороший комментарий, давайте напишем по-умному, защитившись самим себя от самих себя. Значит, коллеги, уважаемые, значит, на самом деле, вот перед тем, как передать слово, хочу что сказать. Видите, не на все даже вопросы у меня получилось вам ответить. Еще раз, документ, ну я не знаю, делал ли из вас кто-то документ, ну даже не типа порядка, а хотя бы протокола внутри клиники. Значит, если делали, вы должны понимать, что документ – это очень сложная работа, который должен вылежаться, отложиться в сознании, над которым работают люди часто с разными точками зрения, тем более такой глобальный документ, как порядок оказания медицинской помощи. В нем, безусловно, есть недочеты. Но это, понимаете, недочеты – это не приговор. У нас всегда есть возможность снесения правок. Если помните, прошлый приказ Минздрава, он существовал, получается, 8 лет, в него неоднократно вносились правки. То же самое касается клинических рекомендаций. Клинические рекомендации мы вообще имеем право полностью пересматривать каждые 6 месяцев. Вот мы нормальную беременность сделали уже почти год назад, мы все, сейчас поменялась номенклатура, мы готовы ее пересматривать. Потому что за этот год, пока это клинические рекомендации жили, мы собрали ряд замечаний, которые требуют обновления. Аналогично с этим порядком. Мы очень благодарны за ваши вопросы. Я вот организаторов потом попрошу мне эти вопросы дополнительно к тем, которые… Куда я их делала? Когда-то я их делала, не упали на пол. Дополнительно к тем, на которые я была готова ответить заранее, вот мы их все соберем, сгруппируем в группы вопросов. И вот на те вопросы, на которых либо не удалось найти ответ, либо, ну, которые мы и так заранее видим, что есть, ну, какие-то неточности, ну, как, например, с этим суррогатным материнством, где союз и или-или. Или так же, как с АМГ и количеством антральным фолликул с этой запятой. Вот, то есть, ну, вот моя позиция, что все должно быть более четко. Что вот это, раз вы уже там 10-15 человек спросили про эту запятую, значит, эта запятая должна быть заменена на союз. Люди не понимают. И, конечно, самое ужасное, что могут не понять проверяльщики. Вот, могут не понять суды. Вот это, конечно, большая проблема. И, как бы, конечно, все эти вопросы будут услышаны. Вот, а сейчас, если можно, Владислав Саниславович, я вам передам микрофон и поправьте меня, если я где-то была не точна. Вот с этим договором, если вы можете ответить, ответьте, пожалуйста. И там еще какой-то был у меня вопрос, на который я сомневалась, как ответить. Ну, может, вы вспомните. Или вы говорите, а я сейчас полистаю, вспомню, что там было еще у нас, кроме договора. Спасибо, коллеги. Даня Витальевна, большое громадное спасибо за то, что вы провели эту встречу. На самом деле неустойчивая связь заставила меня много раз переподключаться. И, честно говоря, я не знаю, какие вопросы вы не смогли ответить. Не знаю. Последний, когда вот сейчас про юридический документ, я помочь никак не могу, потому что я действительно тоже не знаю. Но я должен сказать, что, по-видимому, и коллеги со мной согласятся, что вот встреча с вами, она яркая и впечатляющая тем, что вы человек информированный. Вы легко говорили и переходили с одного пункта на другой. Я признаю, что, конечно, я бы не смог так комментировать этот документ, как сделали это вы. И это происходит потому, коллеги, что Наталья Витальевна, она талантливый человек в этом смысле. И когда мне её представляют, я говорю, так она же выпускница Гарварда. Но после этого что можно сказать? И она полностью это подтвердила. Я сотрудничал с Натальей Витальевной в течение позапрошлого года, прошлого года полностью, когда мы готовили к выпуску приказ и клинические рекомендации. Это началось с 2018 года. Это тяжелейшая работа. И те вопросы, которые вы задаёте, они как раз очень важны, потому что они касаются нюансов. И то, что мы, делая этот документ, а надо сказать, что выпускал этот документ министерство и юридический отдел министерства, поэтому они вносили свои правки. Но на самом деле это рабочий документ. И, конечно, я вижу, что коллеги, которые задают вопрос, не совсем внимательно читают. Или действительно это очень сложные вещи понимать, что можно получить в этом документе, а что нужно получать совсем в других документах. Наталья Витальевна, спасибо вам. Встреча очень полезная, на мой взгляд. Я опоздал на три минуты, а дальше я был с вами в течение всего времени. Безусловно, все материалы, они будут, во-первых, запись будет этой встречи доступна на Ютьюбе. И те вопросы уже Елена Михайловна написала, обязательно будут переведены в письменную форму и присланы вам. И мы, я готов к сотрудничеству, как и всегда с вами. Поэтому, спасибо вам большое. Владислав Александрович, спасибо большое. Ну вот я вот сейчас, вот огромное спасибо за ваши слова. Я вот просто, пока вы говорите, я в голове прокручиваю. Вот наши все-таки вот абсолютно верно коллеги заметили, вот эта встреча полезна не только она для тех, кто слушает, но она очень полезна для нас, согласитесь. Вот, например, вот действительно, мы не прописали же абсолютно на ВИЧ-гепатит мужчинам. Оно не прописано, получается. Вот я прямо сейчас сижу и в ужасе думаю, но, коллеги, мы еще клинические рекомендации же не одобрили, мы еще можем изнести изменения по мужчинам. Только этому найти надо доказательную базу. Почему мы не включили базу доказательную, мы не нашли? Никто же не обследует за рубежом, таких исследований нет, понимаете? Вот, как это включит теперь? Надо думать, потому что, конечно, мужчина, который идет в программу ВРТ с женщиной, он эти гемотрансмиссивные инфекции, анализ должен сдать. Алло, алло, слышно меня? Вот, это первый вопрос, который вот я сейчас сама озадачилась. И второй вопрос, вот меня тоже упорно спрашивают, сейчас я обратно в чат войду, что вот все-таки непонятно с активными донорскими ацитами, спрашивают коллеги, да, это же тоже у нас не прописано нигде. То есть все, что написано в порядке, фактически относится, получается, к криоматериалу, понимаете, да, потому что донорам и ацитам, и спермы обязательно прописали повторное обследование на вот эти гемотрансмиссивные инфекции, нигде нету про нативные, но при этом есть журналы. То есть, получается, нативные доноры, то есть человек привел с собой донора в программу, ему не надо сдавать повторное исследование, это невозможно. Вот это тоже такой момент, который... Что? Она здорова. В этот момент у нее нету... Она не является переносчиком заболевания. В этот момент. Это неизвестно. Она же может быть в окне, понимаете? Вот в этом окне... Почему вот эти 6 месяцев? То есть пациент сдает свою сперму или ациты, они лежат, через 6 месяцев пациент приходит, он опять не болен, значит, 6 месяцев назад его ациты или сперма точно не заразные. А когда пришел на донор, как он может быть в окне, вот. Мне кажется, это разные вещи. Со спермой передается, да, и в сперме может быть вирус. Но в аците этого нет. А ацит... Получается, что аацит защищен, да, и он не пострадал. Поэтому во всем мире донорство свежего ацита разрешено. И здесь вот нет противоречия, просто может ли попасть вирус в пунктах? Может. Потому что через игла идет. Вероятность очень низкая. И поэтому в мире донорство свежего ацита существует, и не нужно это проводить. И то, что не прописано в отношении ацитов, и доноры ациты не заставляют повторно встречать, именно в связи с очень низким риском, практически ничтожим попадания вируса на ацит. А со спермой это возможно. Но тоже, вот видите, пошли по пути, проводить ли исследование спермы на вирус или нет, и пришли к заключению, что можно не проводить, именно в связи с тем, что тест недоступен. И вот это, когда создавались, был период, когда коллеги пытались создать именно центр, который бы на себя брал ВИЧ-инфицированных пациентов, это все не получилось, потому что не оказалось, да, это и сегодня есть, нет лицензированного теста, зарегистрированного теста в нашей стране. Поэтому, ну, такая реальность. Еще один вопрос поступил. Почему исключили требования к сурмаме, что она должна быть рожавшей? Коллеги, никто не исключил, это в 55-й статье федерального закона написано. У нас тут вообще нет требований. Я же сказала в первом слайде, что первое, то, что есть новое в порядке, это то, что минимально сейчас есть дублирование федерального закона. Требования к суррогатной маме прописано в 55-й статье федерального закона. И там она должна иметь не менее одного ребенка. Это никто, никто не делал. Так, огромное спасибо, пишут коллеги. Этот вопрос с ацитами зацепил. А, вопрос еще. Что делать с эмбрионами, которые ушли в дегенерацию в процессе культивирования? Ничего не делать. Не надо никакого согласия быть. Они дегенерировали. Наш сам ПИН по ВИЧ требует исследования доноров ГОМЕД методом ПЦР крови на ВИЧ в день сдачи донорского материала. Наш сам ПИН по ВИЧ требует исследования доноров ГОМЕД методом ПЦР крови на ВИЧ в день сдачи донорского материала. Я открою сам ПИН. Я впервые с этим встречаюсь. Что-то я об этом не слышала. Что-то я не слышала, что такое в сам ПИНе именно по донорству ГОМЕД. Понимаете, там донорство есть, но не ГОМЕД, по-моему, коллеги. Я вот уточню что-то интересный вопрос. СанПИН смотрели, естественно. Мы на него ссылаемся, когда прописываем обследование на ВИЧ. Но я не помню, что там было донорство ГОМЕД. Органов, но не ГОМЕД. Татьяна Ивановна информированный специалист. Ну да, да, я поэтому благодарю за вопрос. Я посмотрю, да. То есть у нас такого в порядке, что в день сдачи, конечно, нет. То есть расхождение с СанПИНом надо уточнить этот момент. Спасибо за вопрос. Почему донорам спермы не нужно сдавать молекулярно-блосочистые соскоба из уретры? Почему донорам спермы? Значит, коллеги, если у них нормальная сперма, зачем это им сдавать? У них нет воспаления, у них нет инфекции. А все остальное, что касается инфекции и патосперми, смотрите клинические рекомендации мужского бесплодия. Там это точно прописано. Можно еще раз пояснить, со свежими донорами можем работать? С замороженными только по 6-месячному карантину? С замороженными, да? Вопрос, можем ли мы работать со свежими донорами? Владислав Станиславович, можем. Можем. И можно проверить, я не очень уверен, нужно посмотреть, если можете, сейчас посмотрите, было ли ограничение на использование крикоконсервированных аоцитов для повторного исследования на 6 месяцев. У меня такое впечатление, что такого ограничения именно по аоцитам не было. Смотрите, по аоцитам прописано, вот, сейчас, дополнительное обследование, сейчас, вот, дополнительное обследование для доноров аоцитов. Они такие же, как для доноров спермы. Опять же, исследование на ВИЧ, гепатит, ВИЧ и гепатит. Дополнительно. Это дополнительно. То есть, к тому, что мы делаем для, верить в программу ВРТ, там это и так есть. Дополнительно есть, да? Нет, значит, следующее. Для доноров спермы через 6 месяцев сдача и тогда разрешено применение. Вы имеете в этом пункте прописано? Сейчас, секунду. Отдельный пункт такой не вижу. По сперме есть отдельный пункт. Вот, он прямо прописан, что 52-й. Разрешается применять только криоконсервированные спермы после повторных, через 6 месяцев после криоконсервации отрицательных ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это прописано для спермы. Для ацитов такого пункта нет. Нет, все, правильно. Нету, да. Но предполагается для тех, кто все равно сдает криоконсервированный материал, повторное обследование на ВИЧ. Понимаете? То есть, это тоже вот такое расхождение, я с коллегами согласна. То есть, либо по-хорошему при пересмотре это надо убрать из порядка этого дополнительное. Понимаете? Либо аналогично прописать вот пункту про сперму. Посмотрите, пожалуйста. То есть, вот про ациты такое отдельно не написано. Татьяна Ивановна права. Можем использовать свежие ациты. Карантин по ацитам не прописан. Да, да. Так мы об этом и говорим. Просто, Татьяна Ивановна, исследования получаются эти избыточные. То есть, дополнительные исследования, понимаете, они предполагают, вот по сперме сказано, вот через 6 месяцев. Это исследование, которое он повторит через 6 месяцев. Это логика. А для ацитов, получается, нет. То есть, либо убрать эти дополнительные обследования, хотя бы один раз они сдали, да, пациента. Это есть в клинических рекомендациях. Не так это сдали. Вот. А тут, получается, вот избыточные. Это другое, видимо, здесь Наталья Витальевна. Разговор идет о периодичности обследования донора. И там срок действия анализа. Это другое. Это в свежем. Ну вот, донор сдает материал, он должен через какой-то срок повторять анализы. Но это не криоконсервированные ациты. Это разные вещи. Нет, не криоконсервированные, да. Все, криоконсервированные ациты не находятся на уровне. И нативные можно тоже, да. Нет, это можно, да. Все, вроде вопрос закончился. Я хотел бы подчеркнуть, коллеги, извините, Наталья Витальевна, я хотел бы подчеркнуть, что любой документ, он действительно используется разными специалистами, разными работниками в разных сферах. Вот этот документ для того, чтобы нам оказывать медицинскую помощь. Но этот документ может попасть в руки, во-первых, проверяющих нашей работы, оценивающие качество оказания услуг, а также и в суд он может попасть. И вот действительно, что важно, чтобы мы были, мы сейчас вот увидели такие моменты, которые другие люди, не специалисты в медицине, могут читать по-своему и воспринимать это по-своему. Эти вещи должны быть устранены. Дальше вот про информированное добровольное согласие. Здесь много лет назад была такая книга выпущена, которая касалась того, как вообще выстраивать отношения с пациентами. И там было сказано, что можно коротко информированное согласие написать, можно вообще не пользоваться им. И тогда это ваши проблемы, если вы не пользовались добровольным информированным согласием, если оно было очень коротко, это будут ваши проблемы. Сейчас в министерстве и в клинических рекомендациях, и в порядках приведены примеры. Вот так нужно делать. Но это не ограничивает вас, чтобы вы увеличили, потому что у вас договоренность с этим пациентом. И если у него возникнут претензии, нужно себя защитить от каких-либо претензий со стороны пациентов. А это, в общем, тот опыт, который мы получаем в процессе работы с ними. Вот информированное согласие, которое сейчас существует уже в утвержденных министерствах документах, они выстраданы, потому что каждый судебный процесс или каждая жалоба давала нам возможность внести в информированное согласие дополнение. Это не значит, что вся эта работа закончилась или вы должны строго следовать тому, что рекомендовано. На самом деле вы можете расширять, а вот сокращать информированное согласие я вам не рекомендую. Потому что за каждой строчкой стоит уже опыт, который заставил это положение написать. Ну что, может быть, расширять? И еще, вот, обождите, пожалуйста, вот еще все-таки вот пишут коллеги все-таки про ограничения, что в пункте 12 нет разграничений на базу-небазую программу, и многие понимают, что ограничения для всех. Вот. Ну, наверное, соглашусь, что я еще раз повторю, я с вами согласна, что более четко надо было бы написать, вот, для этого, для этого, да, чтобы уже прямо не придраться. То есть спасибо за ваши, как бы, комментарии. Вот я говорю, мы их, наверное, все соберем, и Минздраву в том числе обязательно представим. Так и сделаем. Так и сделаем. И вот по утилизации дегенеративных эмбрионов, вот пациентка была недовольна, проведена утилизация без согласия. Тоже не прописано это. Я с вами согласна. Поэтому вот ваше замечание очень ценно. И вот я говорю, сейчас он заработает с 1 января, и мы в течение вот даже года не надо, первые три месяца поймем, еще больше будет замечаний, я вас уверяю. Ну, в отношении термина утилизация. Утилизация – это переработка какого-то материала для дальнейшего использования. Плохой термин. Согласна. Пропали вы, Владислав Саниславович. Для дальнейшего использования не существует. Поэтому у нас прекращается ранение. И вот... В связи с тем, что... У Владислава Саниславовича висит звук. Или это вообще на вебинаре у нас так сейчас? Нет, к сожалению, Владислав Саниславович, вы висите, да, вас не слышно. Завис он, наверное, капитан. Завис. Ну, давайте тогда, может быть, будем закругляться. Коллеги, нас, между прочим, 114 человек до сих пор в эфире. Нас было очень много. Я напишу позже. Сегодня просто один из самых многолюдных вебинаров. Ну, потому что очень актуальная тема. Да, и на сегодня очень много зрителей. Так что сегодня прям аншлаг. Аншлаг, да. Ну, давайте будем прощаться. Я думаю, это не последняя наша встреча. Спасибо вам за ваши вопросы. Они действительно были очень ценные. И давайте дадим слово уже Владиславу Саниславу. Действительно, разрешите с вами попрощаться. Мы получили новый материал для работы. И постараемся устранить те недостатки, которые образовались. Но мы остаёмся в вашем распоряжении. Поэтому, как только снова назреет ситуация, связанная с тем, что получится первый опыт уже работы в 803-м приказе, мы готовы вернуться. Мы открыты. Вы можете писать, предлагать. Будем вам благодарны. С наступающим Новым Годом! Всем желаю быть здоровыми. Прежде всего. С наступающим Новым Годом! Провести его в здравии. Радостей, успехов и с бычьим мечт. Вы писали сейчас поздравления. Как поздравить? Мы бычьим мечт должна быть. В частности, в его здоровье. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok